Всем привет, ребята! Сегодня будет обзорчик нового обновления в Артайконе. Необычно я начал видео, согласитесь, в самолётике. И это у нас добавили новый самолёт Еврофайтер Тайфун. Очень хороший бесплатный самолёт за очень лёгкую заданку. И, ну, невероятно хорошую скорость, как для бесплатного самолёта. И вооружение тоже офигенное. Манёвренный, манёвренный. Это сразу-сразу хочется подметить. Что ещё? У него есть ещё 4 ракеты на верты и 2 ракеты на танки. Это очень хорошо. Есть прицельчик, пулик есть, который довольно долго может стрелять. И, ну, в общем, хороший пулик. Давайте... Кстати, флайеры неплохо. У них КД, в принципе. Ну, да и довольно быстро откадешиваются. Респект за это разработчикам, что-то делали хотя бы... Хотя бы как-то флайеры побыстрее. Или мне так кажется. Ну, в принципе, флайеры как флайеры. Ну, манёвренный, манёвренный. Быстрый, да, быстрый. То есть, классный мне самолёт зашёл. То есть, держит около двух стингалев или трёх. В принципе, это очень классно. Это очень классный показатель, как для бесплатного самолёта. Это очень классный показатель. Потому что Эвка там держит вроде как даже и меньше. А, нет, не меньше. Она больше держит. Но, согласитесь, это как бы уровень. То есть, стал варнинг у него даже 190. Ух ты! Кстати, это довольно неплохо. Стал варнинг с такой высоты. Давайте его садим. Сейчас проверим, сколько держит он стингерочков. Так, давайте проверим. Так, о, наконец-то навёлся. Думаю, уже не наводится. Так, первый... Ух ты! Я ошибался. Он держит, оказывается, больше трёх стингеров где-то. Ну, первый стингер это Ясен Пень. Он выдержит второй стингер. Ну, да, два стингера, в принципе, держит. Летать сможет, как-то продолжить. Так, давай-ка. Ну, что я вам могу сказать? Ну, как бы... Ну, не очень хороший результат. Но будем помнить, что за такую заданку для бесплатного верта это изумительный показатель. То есть, и вооружение, и всё вместе взятое это очень классно. Также у нас добавили скинчик новый. У меня, к сожалению, его нет. Для инфлюенсеров у них вроде в 100 количестве. Я не знаю. То есть, инфлюенсеры говорят, будут раздавать их на трейдинг-хабе. Как можно побыстрее попробую получить и заснять для вас кадры, моментики. Может, друзья мне дадут. И так же... И так же всё по поводу скина. Вы скажете, а где же наш В-22 сфрей? Он же тут должен спавниться. Это же вертолёт. Вот, ребяточки, кизмоток решил так. А зачем вертолёты его делать? Потому что, ну как бы, ну... Идите, короче, отсюда. Что мы можем сказать? У него хпшек очень много. Очень много хпшек. Он может с собой нести 4 аммо-крейта. Ну, то есть, детали, 4 ящика с деталями. И 4 бочки. Для такого верта с такими хпшками это нереально. И то, что он без задания, это просто, ну... Изумительное обновление. То есть, это мне обновление действительно искренне понравилось. Вооружение, все эти темы. И давайте, короче, без спавни будут, томите. Да, большой, размером как сталь он. Но, согласитесь, выглядит он намного привлекательнее, чем сталь он. Кстати, здесь залезать можно быстренько. Или тут. Ну, то есть, так скажем, прострельщики свои есть. Также тут дверка открывается, и вроде так с той стороны тоже по-разному, конечно, открывается. Только не знаю, почему тут так открывается. А с той стороны вот так вот захлопывается. Ну, в принципе, тоже хотя бы какое-то разнообразие есть. У нас есть вот 4 пассажира. Один вроде... Да, один пулеметчик, копилот и пилот, собственно. Вот так вот у нас закрывается задний хач, так скажем. Хач, 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 хач. У него два витта, это его, так скажем, самая главная особенность. И любители фтола бесплатного, ну, вертикального взлета, все для вас придумали. Вертикальный взлет, он работает как самолет, и он в вертикальном взлете летает. Извините за выражение, как дурной. Реально, очень быстро летает. Не только мы нажмем на кнопочку H, он начинает лететь. Мы газу подбавляем, он летит 210-220, его средняя скорость. То есть это, ну, как бы для выдержки 6 стингеров, я за кадром проверял, 6 стингеров держит, и хп еще остается на... Ну, там, чуть-чуть бы хп, 7 стингеров выдержит. Ребята, это очень сильно показывает. Также на нем можно вкрутить такие финты. Это тоже немножко как-то странно для такого типа вертолета. В принципе, сойдет как-то для РП-ситуации. Ну, мне очень даже он понравился. То есть, классно. Респект ставлю за такой классный вертик. Ну, будем называть его вертиком, хотя это есть вертик, но у нас расположен их в самолетах. Ну, в принципе, механики две. Ну, будем считать, что это вертик просто для кого как удобно. Ну, летит он быстро, держит 6 стингеров. Маневренный довольно, как для своих размеров. Ну-ка. Не, ну, торомозит... Ого! Отзывчивый капец. Он как фка. Вообще, классно-классно. То есть, ну, конечно, не сравнить с фкой, но все-таки хпшки на уровне с фкой. Ну, как, на большом уровне с фкой. Ну, то есть, мне, ну, очень сильно понравилось. Скинчики всякие. И впервые я ее искренне оценил и не захейтил, ребята. Вот что. Ну-ка. Как ты у нас из этой ситуации выйдешь? Вышел как-то. Ну, если честно, то прикольно. Прикольно. Еврофайтер мне понравился заданием своим. Мне есть что-то. И мне понравилось то, что его легко выполнить. И вооружение у него очень классное. То есть, для бесплатного самолета это очень классно. В принципе, я все рассказала про эту обнову. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok